Продолжается расследование и громкого убийства в Черкасах. Жертва местный политик. На месте этого преступления разыгрался настоящий боевик со спецназом и даже сообщениями о заложниках. Что удалось установить к этому часу, знает Станислав Кухарчук. Черкассы, четверг, конец рабочего дня. Полиция перекрывает одну из центральных улиц. К офисному зданию стягивают спецназ и автоматчиков. В помещении вооруженный гранатами и пистолетом мужчина. Есть ли заложники полиции, неизвестно. Через полтора часа из захваченного здания выносят раненого. Спустя 10 минут полиция входит в здание. В одном из кабинетов находят труп. Погибший предприниматель и депутат облсовета от Батькевщины Сергей Гура. Он скончался от двух проникающих ранений в грудь и в голову. Рядом с телом две гранаты, патроны и пистолет ТТ. Полиция не застосовывала вогнепальную зброю, хотя маленькие все подставы. И причина отримания ушкоджений, как и у человека, будет связана следствием. Раненым мужчиной оказался бывший охранник Сергея Гуры Николай Гончар. По версии полиции, именно он и убил депутата. Со вчерашнего вечера Гончар находится в больнице под усиленной охраной. Вчера комментировать его состояние врачи отказывались. Сегодня сообщили, с пациентом все в порядке. Дотичное поранение шеи, оно не тяжкое. Он в свидетельстве, но был в стане такого оглушения. Но по информации из наших источников, у Гончара проникающее ранение от пули из травмата в область затылка. В полиции эту версию пока не комментируют. Сегодня Гончару предъявили обвинение в умышленном убийстве. Но пройти к нему в палату не могут даже адвокаты. Не на камеру адвокаты сообщили. Вопросов по делу много. Тело Сергея Гуры нашли в кабинете. Раненого Гончара в коридоре на выходе из здания. Вероятнее всего, что во время перестрелки там был и третий человек, который стрелял в нападающего. Но о травматическом оружии в полиции ничего не говорят. Соседи погибшего депутата по офису тоже ничего не видели. Мы опять в один закрылась, сдали на охрану. И все больше никого тут не было. А подеи отбились уже позже. Мотивов для убийства депутата Сергея Гуры может быть много, уверены однопартийцы. Погибший имел оппонентов не только в бизнесе, но и в политике. Я не знаю, политично это или не политично. Но то, что это происходит посреди белого дня в центре города, это вещи непрепустимые. Кто убил Сергея Гуру и кто мог ранить его, вероятного киллера? Ответы на эти вопросы можно было бы получить из видео с камер наблюдения над кабинетом депутата. Но о наличии таких кадров в полиции пока не говорят. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Черкассы. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует.